Здравствуйте! Сейчас речь пойдет об очень неплохом гибриде баклажанов, это Бибо. Этот гибрид выращиваю не первый год, и вот в прошлом, как уже упоминалось неоднократно, очень неблагоприятном сезоне, этот гибрид Бибо тоже показал себя очень хорошо. Как и все прочие баклажаны, гибрид Бибо был посеян на рассаду в начале марта, в грунт под укрытие был высажен в конце мая, после того, как он акклиматизировался в грунте, была сделана одна-единственная подкормка раствором куриного помета, 1 к 15, на грядочку в 5 квадратных метров было использовано одно ведро раствора, в остальном уход был простейший. Баклажан был подвязан к колушку, рыхление, поливы, удаление сорняков и укрытие баклажанов от палящего солнышка, когда было это нужно, и от холодов, когда было уже холодно. И вот таким образом баклажан Бибо, несмотря на тяжелые погодные условия, все-таки дал неплохой урожай. Баклажан Бибо описывают так, это среднеспелый, невероятно урожайный и устойчивый к заболеваниям гибрид. От себя добавлю, действительно, никаких заболеваний на этом гибриде не наблюдалось. Растение открытого типа, с короткими междоузлиями, что гарантирует обилие завязей. Выровненные по размеру овально-конические плоды достигают массой 400-500 грамм. Поверхность гладкая, блестящая, белоснежно-белая. Мякоть плотная, белая, отличного качества и вкуса. Бибо идеален для домашней кулинарии. Поэтому и выращиваем его уже несколько лет подряд. Особенности выращивания рекомендуется выращивать в открытом грунте или под временными пленочными укрытиями с обязательной подвязкой к вертикальной опоре. Рекомендуется выращивать рассаду без пикировки, что обеспечит более ранний сбор урожая. Именно так и делалось. Как бы то ни было, хотя и не рекордный урожай, но баклажан Бибо все-таки дал. В разрезе баклажанчики выглядят следующим образом. А вот это баклажанчики сорта Бибо. Снаружи они очень гладкие, очень ровные, очень красивые. Посмотрим, как выглядят внутри. Режем. Так, посмотрим поперечный срез. Ну, на поперечном срезе семян вообще практически не видно. То есть плотная мякоть. Это сразу чувствуется. Так, режем повдоль. Если смотреть повдоль, тоже семена не ярко выражены. Хотя, вот здесь кое-где уже видно. Ну, страшно, в этом ничего нет, конечно. В целом, баклажан имеет очень плотную, очень симпатичную мякоть. Выглядит очень хорошо. Это сорт баклажанов Бибо. По итогам прошлого года, можно поставить баклажану Бибо очень хорошую оценку. И неудивительно, что и на этот сезон тоже уже семена этого гибрида Бибо уже приобретены. И буду его тоже выращивать. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам выращивать баклажаны, получать хорошее вырожае. Всем всего самого доброго. До свидания. Продолжение следует...